Добрый день, приветствуем вас на канале Агробук. С нами в эфире генеральный директор аналитического агентства ProZerno Владимир Викторович Петриченко. Здравствуйте, Владимир Викторович. Скажите, пожалуйста, в этом году мы получили, наша страна, рекорд по производству рапса, высокий сбор сои. И самое важное, что произошло это на фоне снижения пассивных площадей. Как Вы считаете, есть ли здесь исключительно влияние погодного фактора, или же это везение, или же мы можем говорить о каком-то технологическом прорыве, и насколько это перспективно в будущем? И отдельно по подсолнечнику, это провальный был сезон, и здесь тоже какие факторы повлияли? Если тут нельзя полностью за все три мастичные сказать одним предложением или одним абзацом, да, даже, потому что, да, есть снижение площадей по всем трим одновременно, да, но факторы разные. Скажем так, по подсолнечнику тут, конечно же, была определенная осторожность сельховоспроизводителей перед тем, как, что называется, входить в него в новом сезоне, получить ограничения на экспорт, пошлины, там, ну и всякое прочее, которое может оказать влияние негативное на реализацию подсолнечника. Это, конечно, не произошло, но в начале, перед пассивной, эти угрозы были настолько зримы, что снижение пассивов именно было вызвано вот этим фактором. Что касается СОИ, то здесь, ну, я бы сказал, так просто-напросто погодный фактор, который называется на Дальнем Востоке не до сих получился. Ну, вот здесь нельзя говорить о каких-либо там дополнительных, вот мы, я думаю, что именно кроме погодных, которые включились вот в такую свою негативную долю. Ну, а по РАПСу, знаете, здесь, в общем-то, тоже, ну, скажем так, были очень большие у сельховоспроизводителей, я так полагаю, надежды на то, что зерновые будут интересными, и поэтому яровой РАПС, ну, скажем так, был немножко отодвинут, и больше внимания были уделены зерновым, а не яровому РАПСу в посевах, в целом, так сказать, по стране. Потому что, на самом деле, с Азимом РАПСом все было хорошо в бушевшем сезоне, а вот в новом сезоне, кстати, будут проблемы из-за погоды. А в бушевшем сезоне Азима РАПС показал очень хорошие результаты, и именно был недостив ярового. Но погода, погода, она, конечно же, очень сильно влияет во всех странах, не только у нас, это везде на агро-рынках большое значение имеет. И по подсолнечнику получилось так, что, ну, скажем, засушливые и порой излишне жаркие дни были именно в тот момент, когда, ну, скажем так, ключевым образом складывалась вегетация подсолнечника. Ну, кроме того, что на юге получился просто провал технологический из-за погоды, как по зерновым, так и по масличным, потому что засуха, которая началась на юге еще, что называется, осенью 2019 года, в общем-то, так она и продолжается до сих пор. По сути дела, там все серьезные засушливые, длительные явления. Но вот именно в Поволжье были большие надежды на то, что подсолнечник будет неплохим. Но они не оправдались эти надежды. И там, кстати, именно падение урожайности произошло, отчасти, конечно же, и в Черноземье. Но, в общем-то, большее разочарование, то есть, идет именно подсолнечник Поволжья. Владимир Петрович, а вот сейчас все чаще ученые высказывают мнение о том, что вот такие засушливые явления на юге страны, а это уже становится проявлением климатических изменений. Вот в связи с этим наблюдается ли региональное распределение посевных площадей под подсолнечником? Не уходит ли эта культура на север? Ну, я надеюсь, что, так сказать, это, во-первых, скажем так, излишне преждевременный вывод. И то, что у нас, ну, там, скажем, южные регионы страдают от засухи. И не только у нас, и на Украине так же звучат такие же ноты. То это преждевременный вывод. Не стоит торопиться, мы, так сказать, лет через 10 можем получить ситуацию немножко иную. И вот эти вот волны, скажем так, неприятные или, наоборот, благоприятные, бывают как короткими, так и длинными. Если начнется длинная волна подпроводных явлений совсем другого плана, то опять-таки все вернуется на юг. Но, действительно, пока что есть такая тенденция. Ну, я бы сказал так, что наш подсолнечник, он в большей степени идет не столько на север, сколько на северо-восток. Это, в первую очередь, по Лолжье. И, вот, так сказать, здесь образовывается, ну, такой наибольший и самый такой большой кластер по производству подсолнечников у нас, в России. Как Вы оцениваете все-таки на юге страны, возможно ли снижение пассивных площадей? И, тем более, учитывая влияние вот такого фактора, Вы упомянули, как ограничение экспорта, да, сейчас все чаще высказываются такие... Как бы не старались, в общем-то, противники экспорта сырья, масла, семян ограничить его и, так сказать, оставить как можно больше сырья в России самыми разными способами, порой, да, что называется, вне... такими логичными, внеэкономическими, внеэкономическими. Но, получается, в общем-то, все равно с конъюнктурой, получается все равно наоборот. И тут не их вина, они здесь ни при чем, это, в общем-то, мировая картина. И будет ограничение экспорта, будет запрет или что угодно, но все равно конъюнктурой на масличном рынке, в первую очередь на подсолнечном рынке, в этом сезоне сложилось очень позитивно для производителей, цены очень высокие, и факторы для того, чтобы они как-то серьезно снизились, я, в идеале, не вижу. Таким образом, получается так, в общем-то, парадоксальная вещь, вводятся ограничения, а все равно подсолнечник является очень таким ритабельным, очень эффективным для производителей. И, значит, вот, ну, скажем так, в этом, вот сейчас складываются такие неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к существенному гибелиозиму. И, соответственно, станет вопрос, чем пересевать погибшие площади? Они могут быть в размере, ну, не менее двух-трех миллионов гектаров, может быть, даже выше. Может быть, это будет в районе четырех миллионов гектаров, и дальше выше тоже. Если вот такая погода, которая сейчас, задержится надолго, и будет дополнительное похолодание. А пока поймут именно такой. И вот этот вопрос о пересевах, он в большей степени будет склоняться в сторону масличных. В первую очередь в сторону подсолнечника, но и отчасти соль. Таким образом, ну, как это ни смешно, будут говорить, конечно же, у вас уже религи, которые проталкивают пошлину, что, смотрите, мы вводим ограничения о определенной площади вверх тут, но это не из-за этого. Не из-за их поток, и не из-за их, так сказать, действий. А именно из-за укладывающейся текущей конъюнктуры, которая очень-очень выгодна для масличного вообще сегмента. А вот, говоря подробнее об этой конъюнктуре, вы можете ли отметить влияние основных факторов, и возможно ли повторение вот таких сценариев в будущем? Основные факторы по мировому производству масличных и вообще всего маслажирового комплекса такова, что потребление растет в этом сезоне быстрее, чем производство. Да, производство вырастет, там, скажем, пальмовое масло и соевых бобов. Сократится рапса и подсолнечника в ней. Причем под подсолнечник очень серьезное сокращение. Но потребление всех трех жидких масел и пальмового масла в дополнение намного выше, чем этот общий объем производства. И по всем четырем группам мы в ней увидим сокращение конечных запасов. Причем кое-где очень сильное сокращение конечных запасов. Это именно и выносит цены на масличные, на такие достаточно хорошие, высоты. Кстати, нельзя говорить о рекордах, пока еще, по-своему, но по сравнению с прошлыми сезонами очень существенный прогресс. И ключевым здесь местом является то, что с 2013 года подсолнечное масло займет свое нормальное, привычное место в ценовом ряду трех жидких масел на мировом рынке. То есть оно будет дороже, чем рапсовое масло и тем более, чем соевое масло. Как это было до 2012-2013 года. Потому что подсолнечное масло является, в общем-то, чем риски своим свойством, племянным, по отношению к рапсовому и соевому маслу. Ну, а вот именно благодаря тому, что очень большой, так сказать, ну, не только перепроизводство, а большое предложение подсолнечника, подсолнечного масла вот в этот период с 2013 по 2019 год, то подсолнечное масло оказалось даже ниже и по цене, чем соевое масло, не говоря уже про рапсовое. Ну, наконец-таки эта ситуация сломается, будет сломана, и все станет на свои нормальные места. В будущее будет ли опять возврат к ненормальной ситуации вот этого смутного времени, либо сезонья, да, с 2013 по 2019. Мне сложно сейчас сказать, я полагаю, что быстро это не произойдет. То есть подсолнечное масло, ну, так сказать, будет на своем месте, более высоко, более дорогом, ну, в достаточный период, скажем, по крайней мере, один, два, три сезона. Дальше, естественно, говорить, мне кажется, бессмысленно, потому что надо сначала пережить один сезон, а потом, так сказать, говорить о том, что будет следующий. Подперёг сезонов могут происходить самые разные, довольно крепкие, серьёзные ценовые сдвиги, которые всё ломают напрочь. Вот на днях Минсельхоз заявил о том, что считает ограничение экспорта фактором для сдерживания внутренних цен на масло семена. Как Вы считаете, а вот насколько вероятно повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло, вот учитывая то, что цена будет высокой? Ну, я считаю, это маловероятно, потому что на самом деле подсолнечное масло является ключевым экспортным продуктом масложирового комплекса. Поэтому, если только хочет подорвать экономику масложировиков, то тогда вот надо вводить именно ограничения на экспорт подсолнечного масла. Но это контрпродуктивное, ну, так сказать, у меня нету такого в голове представления, чтобы это могло произойти с нашей экономикой, с нашим предправительством сейчас. Какой-то учитывающий, так сказать, такой сюрреализм. Ну, скажем, ничего невозможного нет, но я ещё объясню, что это будет сюрреализм, полный. Что касается того, что внутренние цены у нас очень высокие, то здесь эта заслуга не масличного рынка, не отраслевая эта заслуга. Ещё раз повторю, если мы посмотрим на среднесезонные цены подсолнечного масла, экспортные цены нашего подсолнечного масла в 2012-2013 году, они были выше, чем 1100 долларов флоп в чёрном. Сейчас мы имеем цены чуть ниже, ну, там, в районе 1000-1100, а тогда было 1200, так сказать, вот в этих широтах. то есть речь не о том, что у нас дорогое масло на внутреннем рынке в рублёвых ценах. У нас просто очень, скажем так, высокий куст доллара, или низкий куст российского рубля. Вот в этом ключевая деталь того, что происходит в рублёвых ценах. Владимир Викторович, в этом году многие маслоперерабатывающие предприятия испытывали дефицит подсолнечника, и поэтому многие переключались на переработку рапса, слоевых бобов. Вот насколько перспективны вот эти направления, и насколько устойчив спрос конкретно вот на рапс, или же всё зависит только от неурожая в Европе? Вне всякого, конечно же, у нас производство рапса и сои будет расти, потому что, ну, так сказать, спрос пока что на нём рынке и в этом сезоне, и в будущих сезонах будет развиваться ускоренными темпами. в этом сезоне просто с лишним условиям. И нужно реагировать соответствующим образом на, ну, так сказать, именно на мировые тенденции. Дальше. Перспективно это нет, да, конечно же, это перспективно переходить вот именно и перерабатывать не только подсолнечник, сои и рапс. Рапс, естественно, в основном, зависит от того, как дышит рекеопейский санец. Если и когда там образовывается тишицид, то рынок рапса на подъеме. Если там будет происходить, наоборот, ну, так сказать, достаточное производство и умеренной скорости, то, конечно же, рынок рапса будет отгенерировать. Но, в общем-то, пока длительный уже период мы наблюдаем весьма хороший и не гаснущий спрос на рапс. Если и когда там, что называется, может, так сказать, как-то временами этот рынок приподать из-за высокого производства или, так сказать, из-за слабого спроса, то европейский союз вводит очень неплохие субсидии и поддержку этому рынку, и, соответственно, цены на рапс находятся всегда на достаточно хорошем, интересном для производителей уровня. Владимир Викторович, но в этом году введен новый вид господдержки и в нашей стране – это субсидии на выращивание масличных культур. И вот уже объявлено, что с 2021 года такая нера будет экстраполирована и на подсолнечник. Как Вы считаете, это достаточно действенный ответ в нашей Европе? И будет ли это стимулировать рост производства масличных? Ну, Вы знаете, для нас это, в общем-то, я бы сказал, как для масличных это новый механизм. Будем смотреть, как это все будет происходить. Но насколько это будет действенная мера, пока что, если говорить про зерновые, а если это будет так же, как и про зерновым, то влияние, скажем так, не ключевое. Будем так говорить. Поддержка ключевым, ключевой она не является для зерновых. Если это будет так же и для масличных, то тогда, ну, что называется, мы просто, кроме всего прочего, будем еще иметь и поддержку. Естественно, что основным все равно это будет рыночная составляющая для масличного комплекса. И тоже, опять-таки, длительный период конъюнктуры масличных, по солнечной кольцов и рапса складывается так, что они рентабельнее, чем зерновые для сельхозпроизводителей. Ну и напоследок, хотелось бы, чтобы вы, может быть, порекомендовали сельхозпроизводителям, какую все-таки стратегию в текущей конъюнктуре выбрать. Стремится ли как можно скорее реализовать масличные или же можно додержать их до каких-то там периодов? И вот как выстроить эту стратегию с учетом того, что маячит повышение экспортной пошлины? Знаете, я бы сказал так, что вот мы сейчас наблюдаем в декабре наблюдаем локальный, наверное, максимум рублевых цен на подсолнечник. По СОИ я бы так еще пока не сказал, и по РАПСу тоже. Ну вот по подсолнечнику – да. Здесь влияние имеет такой фактор, что первое – это, ну скажем так, достигли, наверное, тоже опять-таки локальных максимум мировые цены на подсолнечное масло, и дальнейшего роста мы уже пока не видим, и фактор для того, чтобы подсолнечное масло росло дальше тоже, в общем-то, не просматривается. Второе – это очень важное дело – это укрепление курса рубля. То есть он отошел от тех высот, которые ему некоторые пророчили не без основания, это, что называется, 80 к доллару. И сейчас, наоборот, в связи с укреплением цен на нефть смотрится там ВН 73-72, ну что-нибудь вот туда, да, за доллар. Вот. И все это вместе, то есть стабилизация цен на масло и укрепление курса рубля, говорит к тому, что мы вот до Нового года, по крайней мере, вот в течение декабря, вряд ли увидим продолжение роста цен на подсолнечник и на подсолнечное масло. Мы добрались до локального, до исторического и, главное, до локального в этом сезоне максимума. Поэтому, в общем-то, можно задуматься над тем, чтобы подсолнечник начать реализовывать. Будет ли во второй половине сезона всплеск цен на подсолнечник, то есть стоит ли его держать? Я бы сказал так, это рискованно. Да, это может быть. Нельзя этого исключать, и мы можем получить еще один максимум во второй половине сезона. Но я бы назвал это уже элементом риска. Хотите рисковать? Извольте. Не хотите рисковать? Может быть, стоит реализовывать. Разумеется реализация. Ну, а по сои и рапсу, получается, максимум еще впереди? Ну, я бы сказал, что по сои, может быть, еще некоторый есть уход цены. Тоже, в общем-то, мы можем подойти к определенному пределу. И когда пойдет южноамериканская соя Бразилии и Аргентины, то цена может начать закат свой. И, соответственно, тоже с укреплением курса рубля закат и будет рублевость на своем рынке. По рапсу, ну, вот здесь, я бы так сказал, еще не вечер. Еще не вечер, потому что если и когда окажется под угрозой новый урожай зимого рапса в Европейском союзе, это урожай 2021 года, то мы можем получить дополнительный всплеск на рапс, ну и, соответственно, и у нас тоже. Большое вам спасибо за интересные ответы. И до новых встреч в новом году. Да, спасибо вам. Спасибо, Владимир Викторович.